Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дня. А вот разработчикам игры Mars Energy будет роскошной 7A Games, похоже, кое-что известно. Вообще, данная игрушка вышла уже пару лет назад, но я о ней узнал совсем недавно. Благодаря нашему другу и коллеге Вячеславу из паблика Колесо. Кидает он мне как-то ссылочку на страницу Steam и говорит, на, смотри, играй про твою профессию. Смотрю. Фу, ну мало мне лепедричества на работе, так еще и тут, а? Эй, ну что ты будешь делать? Ну ладно, надо попробовать. Итак, Mars Energy будет роскошный. Эх, классное название, ничего не скажешь. Вообще, знаете, учитывая происходящее в игре, причем тут вообще энергоз будет? Непонятно. Как бы вообще профиль-то другого рода. Ну да, авторам виднее, чего уж. Ну, по крайней мере, локализаторам. В оригинале эта игра называется Mars Power Industries, что в общем-то тоже... Да, ладно, неважно, давайте обгрею уже. Итак, эта игра-головоломка, вдохновленная, как говорят сами авторы, космической Одиссеи и Соляриса. Задача у нас простая. Грубо говоря, в недрах планеты есть источник энергии. Нам нужно выстроить местный аналог ЛЭП так, чтобы умудриться запитать построенное там ранее здание. Ставите вы свою... вот эту вот... штуку на источник энергии. У этой вашей штуки есть направления, в каких она будет дальше передавать энергию. И вот в этом направлении, собственно, появляются еще источники энергии. На которые, в свою очередь, если повезет и из земли ничего не вылезет, вы можете поставить следующую свою ЛЭП. Да-да, знаю, что это далеко не ЛЭП, но... За удобство ради я буду называть ее так, ведь разработам же ничего не мешало рандомно назвать свою игрушку. И получается, и мне не мешают. Вот, собственно, и вся игра. Да, за 70 плюс уровней у вас будут меняться и расширяться элементы, усложняться задачи и даже появится кое-какой сюжет. Но он весьма условный, и по большей части вам нужно будет его додумывать. Но! Но, тем не менее, суть остается та же. Вам нужно подать ресурс на свои постройки. Также на уровнях присутствует ряд бонусных предметов. Это ягодки и... Эээ... Пусть будут стеллы, что ли? Не знаю. Взаимодействовав с которыми вам откроется портал на типа бонусный уровень. Впрочем, собрав нужное количество ягодок, тоже можно открыть доп-уровни. Но, чест говоря, лично я их игнорил. Ну, вот эти вот ягодки и стеллы имеется в виду. А обо всех доп-уровнях узнал уже значительно позже, от ранее помянутого славы из колеса. А тех, кто таки дойдет до конца, будет ждать небольшой сюрприз. Какой? А вот сами и узнаете. В конце концов, ну не все же нам рассказывают, да? Хе-хе. Тем более, что игра проходится в среднем за 2-3 часа. Да. Это просто убивалка времени. Ничего большего. Но это очень приятная и залипательная убивалка времени. Тем более, с такой умиротворяющей музыкой. Тем более, если вы играете на свече или смартфонах. Вот для мобильных игровых систем, она прям как будто бы создана. Но, в принципе, и на ПК можно неплохо провести время. На сегодня все. К сожалению, из-за работы и прочей фигни, выход полноформатных роликов у нас совершенно съехал с графикой. Но, будем надеяться, что все это так или иначе разрешится. Большое спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайки. И, как всегда, до новых встреч в новых роликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok